Приветствую вас, ребята! С вами все еще Ло-Влог, мы на конференции Winter Night. И, пуляя по коридору, мы видели очень красивый стенд Target Mail. Ребята, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Екатерина Кулакова, я руководитель мобильной рекламы Target Mail. Здравствуйте, я зовут Александр Конев, я руководитель отдела по работе с клиентами Target Mail. И я немножко поясню, у нас зрители, это в основном веб-разработчики, программисты, так или иначе, с профессиональной областью, как-то связанные в том числе с вами. Может быть, это ваши клиенты. Расскажите, пожалуйста, про Target Mail.ru, в чем его особенность? Target Mail.ru – это сервис размещения, самостоятельное размещение рекламы на проектах Mail.ru. Это социальные сети, Анатасск, e-mail.ru и другие тематические проекты, например, почта. Можно размещать рекламу как на дескоп-версиях, так и на дескоп-версиях, проектов и социальных сетей. Ну, что можно продвигать? Продвигать можно как свои игры, так и приложения. Игры, можно, репортированные в социальные сети, а можно и мобильные. Соответственно, которые размещены в сторону. Ну, и так как я являюсь руководителем мобильного направления продажи, то хочу заметить, что, конечно же, сейчас глобальная мобилизация. У каждого есть мобильный телефон. Мы, проще, потеряем, наверное, быстрее кошелек, чем мобайл, потому что это часть нашей жизни. Конечно, очень много рекламодателей, которые продвигают мобильные приложения. Они в основном игровые, это большинство. Ну, и другие, конечно, приложения. Конверсия очень высокая, таргетированная реклама, социальные сети, да, в которых мы тоже находимся каждый день. Что позволяет четко таргетировать, выбрать свою аудиторию. То есть добиться наилучших результатов, поставленных результатов рекламной кампании. Основной трафик, ну, если мы говорим про мобайл, идет социальных сетей. Вот. И результат, ну, как я уже сказала, довольно-таки хороший. Конверсия очень прекрасная, так как, ну, социальные сети, да, они как большебрат, они слезят за нами и знают о нас очень много. Что позволяет четко выделить свою аудиторию. Ну, и пользователи в социальных сетях проводят достаточно много времени. Россия находится на одних из лидирующих позиций. Мне кажется, уже сейчас больше 11 часов в месяц проводят наши пользователи именно в социальных сетях. Они там развлекаются, общаются с друзьями, с родственниками, играют, естественно, даже уже теперь смотрят видео и ищут какую-то информацию. В этом есть отличие социальных сетей, например, от поиска, куда человек пришел и практически там через несколько секунд уже ушел. Поэтому в социальных сетях сейчас пользователей намного легче найти, и это очень выгодно для самих игроков и зарпочек приложения. Хорошо. Такой вопрос. Как вы думаете, что будет с рынком дальше происходить? Год, два, три? Что нас ждет? Будет ли рынок расти или нет? Рынок растет, конечно. В основном это касается мобайла. Если в 2003 году где-то 53% пользователей мобайла, то в этом году уже 67%. То есть, естественно, мобильные бюджеты у любых рекламодателей растут. Потому что телефон всегда с нами, мы всегда можем общаться с нашим пользователем. И что еще? Удобно. У нас, естественно, удобные приложения, которые привлекают много пользователей. И удобный формат рекламы, который не воспринимается как реклама, а как пост. Да, это очень важно. Да, это очень важно. И это не отпугивает. И поэтому получаются очень хорошие конверсии. Здорово, отлично. Ну, и еще такой вопрос. На самом деле, многих наших зрителей есть интерес большой устроиться в Mail.ru, работать. То есть, это как программисты, так и ребята, которые маркетингом увлекаются. В том числе, здесь на конференции мы встречаем людей, которые уже смотрят наш канал. Может, что-то посоветуете? Что нужно, чтобы попасть в Mail.ru в качестве работника? Ну, на самом деле, у нас вакансии размещены на корпоративном сайте. Там очень огромный выбор. Всевозможные направления, языков программирования до каких-то технологических решений. Поэтому просто выбирайте то, что вам нравится по вашему образованию и то, что вы умеете делать. То есть, никаких секретов нет просто? Никаких секретов нет. Ну, иногда, наверное, нужно немного быть настойчивее. Поэтому, да. Ну, да, вот это, как я скажу, Александр, что на сайте размещены вакансии, там размещены даже задания, которые вы вместе со своими резюме отправляете. То есть, выполняете задания, отправляете резюме, сопроводительное письмо и кому-то с вами обязательно скажете. Если есть рекомендации от кого-то, есть другие, от других резюме, то вы можете их прикладывать. Рекомендации. Хорошо. Ну, и, может, скажете, что вот какое-то качество, которое обязательно должно быть у человека, чтобы он попал и хорошо влился в ваш коллектив? Какие-то есть такие заветы? Особенные? Наверное, работоспособность, как и из-за этого. Работоспособность. Да, конечно. Хорошо. Ну, дженератский человек должен быть. Да, это очень важно. Да, работать в дженератстве. Было огромное желание двигаться вперед. Хорошо. А остальному можно научиться. Средствия прогресса. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Спасибо. Да, спасибо. Очень приятно. Пока. Пока, ребят.